Улица Белл, Маркони и Эдисон. Такой себе райончик. Продается дом. Выставили его. За сколько, Анют? 225. 222 штуки? 225 штук. Кирпичик. Открываем. Неплохо. Но что самое привлекательное, это задний юнит. Сзади квартира. Пристройка. Маленькая, конкретно маленькая. Я думал, она больше. Я думал, она больше. Пристройка. Но они же не там стояли. Может, в зале уже? Не знаю. Я хочу посмотреть, какой большой зал сзади. Пристройка. Вот это, ну что? Гараж есть. Все двери открыты нараспашку. Объем квартиры... Хороший, 1137. 1137. Для труска, получается, это большой зал. Да, тут никто не живет. Вот ключ. Уреалтер подходит на Bluetooth. Открыл? И зашел. А, внутри все обставлено, смотри. Ну да. И таро стоит. Поливка, автополивка включен. Вода льет вовсю. Сзади двор небольшой. Новые окна, это уже круто. Апгрейд. Кондиционер сверху стоит, тоже круто. Задача осталась решить, будет ли он делать деньги. Столько, да, цветов джунглей. Какое дерево гигантское. Тут немножко плоховато, что улица Белл такая, проездная. Тут, Аня, все слышно? Ну, посмотрите, 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 как здесь красиво. Здесь как в джунгле. Да, ощущение джунглей. Ну, реально. Короче, нужно прикинуть формуле, сколько мы можем сдавать аренду. Вон, мне кажется, следующие клиенты на этой машине стоят, ждут своего реалтора. Мне кажется. Можешь сегодня поговорить, у тебя есть оптеры? Ну, я. Ну, нам надо оценить его внутри. Ну, внутри я уже все оценила, все видно. Какой афр ты хочешь дать? Ну, 220. А, Аня, ну, будет окупаться? Будет. Надо просчитать, надо просчитать еще. Вот это вот пристройка действительно нужно, пристройку нужно узнать. Итак, друзья. Вот такой дом, который мы только нашли вот на пару часов, ну не пару часов назад, 12 часов назад. Так, Николь, а со стороны, я думала, идет дорога. Ну, рискнем, зайдем. Гараж пустой. Здесь заканчивается все. Небольшой, Аня. Не такой прям, чтобы большой в боке. Вот это вот пристройка. Если ее можно сдавать, это огромнейший плюс. Но она в очень плохом состоянии, риалторы с зала, что... Ну, понятно. То есть тут, она сказала, что люди, когда жили здесь, они строили этот дом своими руками и жили здесь. Это очень потенциально, все. Да, такой райский уголочек. И цена очень приемлемая. Все. Это такой был взгляд. Мы сами все видим первыми глазами. Поэтому мало критики, мало чего. Наш следующий этап. Кинуть формулу. Позвонить риалтору. Дать оффер. Лоу-бол. Но если эти конкуренты дают высокий оффер, то мы и тогда в пролете. Но ничего страшного. Все, Лео, дай пять. До свидания. Прошла неделя, и мы договорились на встречу с риалтором. Вот она на Мессе. На Кабане приехала в 90-х годах. Зайдем посмотрим, что внутри. Добро пожаловать. Наш риалтор, ну не наш, а Ластинг Эйджин, украсила стейдж. Очень красиво. Видите, все такое старинное, классическое. И хотя мне кажется, эта штучка остается. Анечка, поговори с Настей. Настенька, что ты хотела? Да, вот это остается. Если так посмотреть, зала есть, но она не супер большая. Если посмотреть, пыль за многие года сделала грязный выхлоп. Здесь клозет с такими старинными-старинными. Входами. Стружка карандашей. А здесь, мне так кажется, это канализацию, пробивалка или что-то такое. Сейчас Андрюха приедет и скажет нам. Вот так смотрит кухня. Кухонька старенькая, хотя вот это очень чистая. Возможно, недавно поменяли новенькая печка. Холодильник с прикольным шейпом. Вверху большой, внизу морозилка. Прикольно. Я думаю, это custom кабинет. Посмотрим, как все так четенько, все красивенько. Вот это бабушкинские стены. Да, тут это классно. Вот они местные. Это здесь внутри. Очень красиво. Я люблю этот цвет. Можешь? Да. Можешь. 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 Идем. Вот это еще прохожка такая широкая. Прихожка. Как солнечно. Как все. Я не знаю, как видно вам, зрителей. Но видно так пространно. Много света. Видно, что это все мебель унесется. Она не продается вместе. Единственное, что мне смущение, что улица Белл проездная. Вот машина летит. Слышите звук? Ну, то есть изоляция вроде есть, но это не такая тишина, как броня здесь джунгли. Мы сейчас к джунглам вернемся. Большой клоузет. Окей, центральный кондиционер. Это самое важное. Это самое классное. Central AC works. Дэйл? Эм, I'm sure it does. Эм, I'm so sorry. I don't even have a folder with me, I don't think. So I'm kind of... It's all right. If it has central heat in air, that's what the printout says. I think it works. Окей. Это комната номер два. Это вроде не мастер. Это маленькая. Ну, тут мастера вообще нет. Мастер это, если у меня есть вход в туалет. Обои. Вот это стиль прикольный, сдерживаемый, везде повторяется. И вот он туалет. Не просто туалет, а здесь душевая комнатушка. Такие цвета странные. Такой кастом вообще. Я не знаю, где такие. Мне кажется, это так... Но я это редко вижу. Такой туалет даже странный. С какой-то стороны это прикольно. Это очень прикольно. Можно под винтедж все сделать, сдавать как Airbnb. А с другой стороны, нужно ли? Окей, let's go outside. Посмотрим, что на улице. На улице? Да. Выход. Тут жила собачка-кошечка. Леонард, держись. А что это за прикол? Какой прикол? Тут много вещей, мы не просто подбирали. Вот как выглядит изнутри этот дом. Идем дальше. Заходим в нашу потенциально... Вот то, ради чего мы сюда приехали. Вот эта комнатушка. Не ради чего, а просто... Ну, ради чего оно может сработать. Это дело может сработать из-за вот этой пристройки. Даже камин есть, смотри. Класс. Камин, смотри. Туалет, ой, пожилой туалет. Ой, ой, ой. А как здесь толстый американец вот здесь влезет? Вот, вот ширина. Тут надо что-то делать. Я думаю, надо просто взять... Есть еще меньше. А где взяли Лео эту штучку? Он ее принес с собой, Леонард? Да, была. Так, я в шоке. Ты давно я таких вещей не видел. Мне очень нравится. Настоящие катакомбские кирпичи. Мне очень нравится. Да, вот тут... Теория понимает, что она говорила, что здесь ров. Все так страшно. Это нормально. Это круто. Это потенциал, что можно все заменить. Это чистой воды студия. Студия. Достаточно... С камином. Клесо поставить, диванчик просто... И сдавать за 500 долларов в месяц, да? Тогда же за 600. Ну, окей. Это как свой домик. Даже не пахнет, не свободно. Круто. С моим... Дойдем в гараж, извините. Будь здоров, спасибо. Вау, смотрите на это старье. Это классика. Гараж, да, две машины. Кирпичи везде повторяются. Да, мы все молодцы. Идем дальше. А, вот они рисуются. Ну, это сюда прячется косилка и там... И курочки. Не, курочки не. Окей, что у нас здесь? Огород мог бы быть. Аня, смотри, эти два гаража можно просто... Эти две штуки можно соединить как-то. Какие? Не знаю, ну ладно, это уже другая тема. Так, что здесь за хозяйство у соседей? Как соседи смотрятся? Собачка! Это все беспорядок нужно тут творить, конечно, да. Территория не маленькая. Интересно, кто живет сзади и что там сзади? Ну, в декоре же ничего не видно, Леша. Ничего не видно. Да, да. А что вот это такое, Аня? Это место просто... Я так понимаю, тут готовили, делали всякие, мне кажется, готовить всякие декорации. Печки. Вот как прикольно, что у каждого, да, под своим таймером. Тут если все пообирать, смотри, очень красиво. Да. Беседство. Окей, друзья, дом, вы знаете, да, стоит 125 тысяч, но... А, 225, смотри, какие грибы растут на дереве. Да, дерево, оно, конечно, пообретает. С ним надо поработать, да. Да. Короче, патио прикольненькое. Да, патио, можно... Пальмочка криво растет. Лео, тебе нравятся джунгли? Очень много джунглей. Мама! Тебе нравятся джунгли? Окей, все, мы вкусили, мы знаем картину. Вот это мы работу, объем знаем. Тут надо, конечно, все поменять, все сделать, замутить, сделать уютным. И в комментариях напишите, жил бы ли кто-то здесь за 500 долларов, за 600 долларов? Нет, ну не такой. То есть после ремонта, да, естественно, здесь будет новый пол. Здесь будет улучшена вся картина здесь. Кухня будет абсолютно с гранитом, классно, модно, все. И такой уютненький потолок. Сейчас потолком. Наверное, что-то надо тоже сделать потолком. Ну, в общем, окно надо пробить, да, там? Больше чекер, хотелось бы. Хотя бы кирпичи их тяжело делать. Кровать-то, ребята. Ну, в общем, если вы считаете, что это классно, комментируйте. Можно дверь поставить? С окном. О, вот это золотая идея. Все. Уходим, договариваемся с женщиной. Свет выключим. Где у них свет здесь? Как вы выключили свет, ребята? Как вы думаете? Кирпичи? Как это? Нет, как это все. Там, хорош. Плюс, еще один из них. Да, да, в общем, прикольно. Ну, в общем, следите. Я еще запишу анализ калькулятора. Ну, что меня пугает, что она сказала, что сегодня пришел оффер на 249. Но у нас есть шансы его победить. То, что она нас представляет. Она нас представляет, а она вдруг скажет... А она что не пообещала? Аня, мы пообещали закрыться за 4 дня. За 30 дней. Большой депазит даем. Ну, короче, все. Андрюха, есть шансы. Всем пока. Увидим калькулятор и все. Время, я сделаю это видео. После того, как продался дом, мы, к сожалению, не попали. Потому что человек, который дал 249, его приняли. В итоге он потом скинул 4000. За 245, 5 мая... Ой, 25 мая дом был продан. На самом деле, мы сейчас осознаем, насколько это был крутой дом и кусаем локти. Хоть его за стимет оценивать дешевле, но нужно учитывать, что в домике второй юнит был, который можно сдавать под Airbnb или под что угодно и зарабатывать страшные деньги. В итоге давайте прогоним быстренько по калькулятору и посмотрим, что было бы возможным. 700 маленький юнит сдавать, 1300 большой дом. Это после того, как мы съехали бы оттуда. Management fee мы бы сами все делали, но давайте это консервативно поставим. 6%. Maintenance поломки всякие. 5%. Вот, кстати, если нужен этот калькулятор, скажите мне, я вам пришлю ее с радостью. Просто email пишите мне ваше. В общем, смотрите. Банку мы будем 1000 отдавать и на операции ежемесячные 700. Но если мы там будем жить сами и делать management сами, то мы чистый приход будем иметь 360 долларов в месяц. Это при том, что мы переплюнули бы этого чувака. За 250 бы купили, а мы дали 230. Если бы мы купили за 230, мы бы получали 466 долларов в месяц. Но он ушел за 249. Давайте, что было бы, если мы правильно цену поставили. В общем, это хороший плюс. При том, что это консервативная цифра. Airbnb на самом деле может зарабатывать значительно. Это я просто очень консервативно ставлю. Итоги. 6% годовых. Это очень классно. И, естественно, там был бы процент ниже. Это я сейчас все ставлю в самом плохом ситуации. В общем, вот, друзья, такой анализ такого дома, который мы потерялись. сожалеем. Но надеемся, впереди еще много вариантов. Сейчас я напоминаю, что в Сакраме это особый маркет. Люди голодные, раскребают направо-налево. Короче, мы видим 2005-2006 год. Но это не верх еще. Еще есть время расти. Будьте бдительны, аккуратны и инвестируйте разумно. С вами был я, Корифан Инвестор. Надеемся, что скоро вам покажем хороший результат.